Как вы себе философски представляете гиперборею, потому что много работ посвящено этой теме? – Я ее представляю очень древнейшей цивилизацией Земли. Я верю тому, что я прочитал на эту тему, верю исследователям. Этой цивилизации много десятков тысяч лет. Она проходила разные стадии своего развития, периоды упадка, снова становления, потом снова упадка. Это великая цивилизация, где жили полубоги, которые владели секретом долголетия, могли жить очень много столетий, обладали невероятными магическими способностями, да и уровень технического развития у них был мощнейший, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, череда катаклизмов, войн, прочее, прочее, прочее привели к тому, что вот сейчас есть все. Но, тем не менее, артефакты-то находят, артефакты находят этой полярной цивилизации. Хотя, опять-таки, хочу сказать, это все не вписывается, вот, в всю эту вот парадигму современной истории. Но я так увидела на этих работах, что все равно для вас гиперпорея связана с небом, с космосом. Естественно, естественно. Жизнь на Земле, конечно, я считаю, это не продукт именно земной эволюции. Все-таки космос подталкивал. Если, ну, так представить себе земную кору в виде слоеного пирога, геологические слои каназойской, мезозойской, палеозойской, там, противозойской, архейской эр, то там, ну, находят ведь много любопытных предметов. Очень много. Причем предметы такие, ну, явно творения рук разумных существ. Возможно, и гуманоидных цивилизаций. И это заставляет думать, что, конечно, скорее всего, жизнь приходила из космоса. Вот эти цивилизации, которые осваивали Землю, испытывали период рассвета, ну, а потом, естественно, упадка. Может, какое-то время Земля была безжизненной, в смысле разумных цивилизаций, потом проходили, там, тысячелетия, может, миллионы лет, и снова повторялось на нашей планете новый виток цивилизации, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот объем вот прочитанных знаний на эту тему вот заставляет просто... У меня думают, что да, так и было, так и было. История цивилизации Земли там не пять тысяч лет, как нас хотят уверить, а миллионы, может, миллиарды лет. Ну, для вас это знание, оно как погружение просто в какой-то фософантастический, ну, как скажем так, призрачный мир? Или для вас это вот конкретная история, которую надо всем знать, чтобы понимать, как двигаться дальше? Вот для чего вот для вас вот это вот знание открылось? Как вы теперь для себя ощущаете? Вам с этим легче жить или труднее? А я могу что сказать? Мне это помогает решать мои духовные задачи, которые поставлены перед моей душой главным образом. Да, это очень помогает мне. А как зрители это будут воспринимать? Воспринимают это близко, хорошо. Ну, что ж, я очень рад. И это цель моего творчества. И это цель. Пробудить многих людей, интерес к прошлому. Мне под другим углом смотреть на очень многие вещи. Порой очень критически верить тому, в чем их убеждают. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а чаще всего ваши зрители работают, что вам говорят? Ну, говорят много приятного в смысле моей деятельности как живописца. Ну, не все понимают, не все понимают. Ну, я хочу сказать, те люди, которые понимают, ну, что ж, для некоторых людей я что-то приоткрыл. Кто-то из, скажем, из моих знакомых или что-то приоткрыл для меня. Я что-то приоткрываю для других. Ну, наверное, вот такой взаимообмен и должен существовать между людьми. А вот когда у вас проходят выставки, вы рядом с картинами не делаете описание, что это за сюжет? Потому что для того, чтобы понять человеку непосвященному, ему нужна лекция какая-то. Естественно. Когда там, к примеру, экспонируется пейзаж, портрет, натюрморт, ну, все вот эти традиционные жанры, там не надо описания, естественно. Ну, когда затрагивается все-таки тема так или иначе связанная с историей, опять-таки повторяю, с мифологией, с историей, то, конечно, описание нужно, желательно. Желательно. Но, опять-таки, я хочу сказать, главное все равно, первое, взгляд зрителя, зрительный образ, как он это вот, зритель это все впитал. А потом уже, если возник у зрителя интерес от этого зрительного образа, да, конечно, хорошо прочитать, да, все-таки. Но вы не делаете описание? Делаю, да, очень часто, очень часто, почти на все свои работы. А если на некоторые, ну, описание все-таки, ну, не удается мне сделать, то это только от нехватки времени. Вот я бы, как зритель, конечно, бы хотела прочитать, потому что вот я увидела, да, но все равно первое, как вы правильно сказали, толчок эмоциональный, но потом разум включается. Ну, конечно. А почему и зачем? Ну, да, все-таки, скажем, моя живопись, она несет и познавательное начало, вот. А там, где познавательное начало, конечно, хорошо бы и описание. Ваши земляки, поскольку вы тверской художник, как-то откликаются на тему познания дохристианской Руси? Вы чувствуете приток людей вашего образа мыслей? В Твери? Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok